Злобные мутанты давно известны привычкой появляться на тусовках американской молодежи в самый неподходящий момент. Только четверка приятелей решила хорошенько оттянуться, как пришлось взяться за оружие, чтобы отразить вторжение неведомых тварей. Геймплей Monster Madness сводится к тому, что персонажи рука об руку бродят по родному городу и его окрестностям, уничтожая орды кровожадных чудовищ. Стоит только зазеваться и кому-нибудь непременно что-то откусит. Именно поэтому разработчики настаивают на том, что играть в Monster Madness лучше всего бок о бок с друзьями, которые уж всяко надежнее туповатого, как водится, искусственного интеллекта. Простор для деятельности в Monster Madness весьма велик. Тут вам и центральные улицы города, где живут главные герои, и городские окраины. Кроме того, можно заметить, что со временем действие переместится на природу, в леса и болота. Противники многочисленны и разнообразны. Есть и привычные зомби, и огромные летучие мыши, и другие, не менее чудные твари, порожденные буйной фантазией авторов. В одиночку никто из упырей пастись не любит, так что нападают они почти всегда толпой, стараясь одолеть не уменьем, а числом. Причем со временем растет не только количество нападающих, но и улучшается их техническое оснащение. Если поначалу они пускают в ход лишь когти, зубы и щупальца, то позже весьма ловко обращаются с огнестрельным оружием, что немало осложнит вам жизнь. Впрочем, у героев тоже есть пара козырей в рукаве. Например, они могут собрать то или иное оружие собственными руками, в том числе используя детали, отбитые у нечистой силы. Одним только оружием дело не ограничивается, со временем дадут покататься на различных средствах передвижения, от парового катка до катера. Премьера Monster Madness должна состояться в апреле. Игра появится одновременно в версиях для Xbox 360 и PC. И хотя стать хитом на все времена игре вряд ли суждено, мы обязательно будем следить за ее успехами. Продолжение следует...